Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Корректор 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 А.Егорова смириться с рождением ребенка я дала его в дом малютки мама не смирилась искала его долго уже даже когда за папу вышла меня родила а потом когда нашла он уже совсем взрослый был после того когда лёшка нашелся мама его не отпускала ни на шаг у него даже бизик какой-то на этой почве появился по моему ревновала его безумно а женщина рядом с ним вообще не выносила по словам лилии из-за материнской ревности алексей не только не женился но и даже не мог приводить никого домой несмотря на протесты и алексея и отчима михаила который считал что супруга не вправе вмешиваться в жизнь взрослого сына однако полина все равно закатывала скандалы обещать что никогда не женишься и не бросишь меня но ты же не можешь контролировать его всю жизнь я найду способ поведение и она нашла мама всегда так делала если уже что-то решила и ничего не остановит даже смерти мать нарисовала автопортрет с часами и повесила его в комнате и что это значит вот видишь теперь я всегда буду рядом с тобой всегда только не смей его снимать и женится не смей все равно ни одна из них жить с тобой не сможет а через неделю мама погибла авиакатастрофа она летела тогда к лёше отдыхать на филиппины нам только урну с ее прахом выслали после смерти матери алексей женился на девушке по имени мирослава именно тогда по словам лилии в доме впервые появился призрак матери мирослава сразу же попыталась навести в доме свои порядки гостиная мебель переставила половину вещей по выбрасывал но целый день дома никого не было вечером все было как и прежде вплоть до мелочей статуэтки фотографии мира часто свои вещи находила испорченными и изорванными дом не принял ее знаете почему мама ее не приняла она живет до сих пор здесь в этом портрете вы видите время на часах мамин самолет разбился в половину третьего по киевскому времени и часы на портрете показывали то же половину третьего а за раз вон и показывать инший час потому что сейчас они отсчитывают время моей смерти и так не первый раз часы показывают разное время а первой была мира лилия рассказала что мирослава стала жаловаться на приступы панического страха женщине казалось что портрет свекрови заставляет ее умереть а а ну а и и и и а и и а и и и Слышишь? Слышишь? Тихо, нет. Тихо, нет. Аня, тихо, это. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я ничего не слышу. Тебе просто кажется. Тебе кажется просто. Она приходила ко мне. Коту. Коту. Твоя мать. Она ходит моей смерти. Тихо, тихо. Это будет скоро. Тихо, тихо. А то назначило время. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Однажды после такого приступа Лилия обнаружила Мирославу в ванной. Мирослава покончила с собой. А еще за дотой на разом знаю. Кто это знаю на фото? Это ее дочка. Кстати, это их единственная фотография вместе. У Миры была очень сложная послеродовая депрессия. Леша говорила, что она даже хотела убить ребенка. О, Господи. Ночью душила девочку подушкой. Ну, малышку, конечно, откачали. А на следующий день Мира она покончила с собой. Думаю, ее смерть никого не здивувала. Вот именно. Ну, где-то через пару недель я случайно подошла и снова посмотрела на часы на портрете. И знаете, что время на них показывало не половину третьего, а без пятнадцати одиннадцать. Это как раз то самое время, когда умерла Мира. Ольга призналась Лилии, что практически перестала спать по ночам. Ее мучили кошмары. Хватит, 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 хват Уходи, уходи, уходи. Я думала, это от бессонницы. Но через три дня одна повесилась. Тут. В комнате. Ровно спустя два года после их свадьбы, как и Мирослава. Правда, часы на портрете показывали время ее смерти. А теперь, походу, моя очередь. Тем более, что через неделю у нас с Лешей вторая годовщина. Настя рассказала, что Алексей был в командировке. Девушка засиделась допоздна за книгой. И вдруг услышала жуткий шепот. Хватит, хватит, хватит. Уходи, уходи. Хватит, уходи. Уходи, уходи. Умири, уходи. Умири, уходи. Умири, уходи. Умири, уходи. Умири, уходи. Голоса, которые она слышала, толкали ее к открытому окну. Она шла туда против своей воли. Прыгай, прыгай, прыгай. Мне просто повезло, что я тогда оступилась. До сих пор звучит в голове тот голос. Он словно парализовал мою волю, и я больше не могла владеть собой. Я тогда побоялась кому-нибудь говорить. Я боялась, что меня сочтут за сумасшедшую. Знаете, что для простого совпадения это слишком. Поэтому я решила, что нужно разобраться во всем. Поэтому я вам перезвонила. Ну, если вся справа в портрете, чему вы просто его не позбудетеся? Понимаете, Алеша чтит память мамы, поэтому он категорически запрещает к нему прикасаться. Дороче, а что он думает про наше расследование? Он ничего не знает. Он в отъезде. Он будет только через неделю. Понимаете, он считает, что смерть Мира и Оли – это простое совпадение. Он не верит вообще ни в какую мистику абсолютно. Поэтому мы решили, пока его нет, во всем этом разобраться. Я пропускаю, что в кимнате есть где-то, что вызывает суицидальную поведенку. Можливо, это токсин. А скажите, какие вещи, кроме портрета, еще были при двоих колишних дружинах? Это нужно спросить у Галли, нашей домработницы. Ну да, Галля должна знать, и папа тоже. Ильичка, родная, что это происходит? Меня зовут Марина, я с программы «Реальная мистика». Я знаю, кто вы. Я так полагаю, что Алексей на это разрешение не давал. Пап, давай ты не будешь ничего говорить Леша. Ну ты же видел время на часах. Оно изменилось. Опять. Должна была я что-то предпринять. По-моему, эта идея плохая. И к тому же Алексей звонил и будет раньше. Он дома будет где-то через часа два. О, Господи. Вам, наверное, нужно уйти. Я вас прошу, дайте мне, пожалуйста, время. Я уговорю брата. Я обещаю. В доме депутата Алексея Иванченко дух его покойной матери якобы убивает невесток. Дух таится в автопортрете матери. Незадолго до смерти она запретила сыну жениться. Две предыдущие жены Алексея уже покончили с собой. Теперь опасность угрожает его нынешней жене Анастасии. Она слышит приказы убить себя и тиканье часов, которые отсчитывают минуты до ее смерти. Так кто или что на самом деле угрожает Анастасии? Тем временем Денис встретился со своим старым знакомым, бывшим помощником депутата Алексея Иванченко. Мы надеялись, что приятель расскажет Денису неофициальную информацию о депутате, которая поможет нам в расследовании. Алексей – людина сувора, принципова. И вороги, звісно, у него есть. Але це суто політичний оппонент. Как ни странно, Валентин отзывался о бывшем руководителе достаточно хорошо. И уверял, что не знал никого, кто из мести мог бы отважиться убить троих человек. Вот его матерь – это иначе справа. Легенды про нее ходили. Боже, избавь ее рассердити. Обовязково якийсь трапится лихо. Я бачил что-то дивное у их будинку. Років три тому. Алексей забыл какие-то документы, попросил мене их забирати. Дома никого не было. Поэтому Алексей дал Валентину ключи. Тот взял документы, запер дом. И когда шел к машине, почувствовал на себе чей-то взгляд. На него смотрела мать Алексея. Хотя Валентин точно знал, что ее давно нет в живых. Это была точно вона. Я ни с кем бы ее не сплутав, хоча ей багато років на світі нема. Итак, портрет, который отсчитывает время до смерти. Дух свекрови убивает невесту. Это невозможно. Но два самоубийства в одной семье плюс попытка третьего суицида. Человека крайне проблематично заставить убить себя. Даже под гипнозом. Какая-то особая техника внушения? Или препараты? Настю надо тщательно обследовать. Родственники не предупредили Алексея о нашем расследовании. Но им придется это сделать, иначе мы не сможем им помочь. Возможно, он сам пытается таким образом избавиться от жен. А если не он, то кто? Михаил, муж покойной Полины, живет в том же доме. Лилия сказала, что он по профессии художник. Он легко может перерисовывать время на часах. К тому же Алексей ему не родной сын. Он хочет избавиться от него? Это возможно. Но зачем доводить до самоубийства его жен? А что у нас с анализами? Так. На жаль, мне не удалось оглянуть весь дом. Но в комнате я не нашла ничего подозрелого. Портрет варто было бы доследить детальнейше. Но, на жаль. Я проанализировала кровь Насті. И не выявила никаких наркотических або психотропных речовин. Но есть что-то интересное. Ось, подивись. Тромбоцитов меньше, чем 13. Это низкий уровень. Он свидетельствует або о серьезных вирусных заболеваниях в организме, або о отруянии тяжелыми металами или алкалоидами. А что, есть же такие вирусы, которые влияют на мозг и вызывают галлюцинации. Может быть, в этой комнате есть подобный вирус. Нужно Настю проверить более детально. Один и тот же вирус у троих незнакомых между собой женщин. Кстати, двое из которых уже мертвы. Так. А кто це? А, Михайло Маркович. Так. Угу. Ясно. Добр. До зустрічи. Вот Библия. Так. И портрет. Моей помощнице позвонил отчим Алексея Михаил. Он согласился помочь нам в расследовании. И принес то, что попросила Марина. Это те самые вещи, которые находились в комнате при Оле и Мирославе, так? Да. Они оставались даже после ремонта. Но вы там только к утру, пожалуйста, верните обратно. Особенно портрет. Вы боитесь, что Алексей пометит в зникнении? Да нет. Скорее, Полина. Она будет недовольна. А характер у нее и при жизни был не сахар. Михаил рассказал, что вышел после обеда на террасу. У них с женой это было самое любимое место в доме. Оленька, это ты? Дедушка, с кем ты там разговариваешь? Ни с кем. Идем. Поля часто ко мне приходит. Очень часто. Но никогда не разговаривает. Появляется, чтобы показать, что она всегда с нами. Что она рядом. И исчезает. Такая, может, это была другая людина. Не ваша дружина. Она просто похожа. Марина, мы с ней прожили почти 40 лет. Я не мог ни с кем ее спитать. А речи вашей дружины, они збереглися? Да, она не разрешает выбрасывать ничего. А та сукня, в которой она намалювала себе на портрет, она тоже збереглася? Нет, к сожалению, она в этом платье была в самолете. Скажите, пожалуйста, а ваш пасынок, он был счастливый в шлюбах? Сын, а не пасынок. Сын Алексей, вообще-то довольно закрытый человек. Но он любил своих жен. По-своему. Присаживайтесь. Марина провела экспертизу картины и уже через несколько часов вернула ее в дом, чтобы Алексей не заметил исчезновения портрета матери. А через некоторое время мне позвонила Лилия и сообщила, что ей удалось уговорить брата дать согласие на расследование. Я сразу же отправил в их дом Дениса, чтобы поставить камеры видеонаблюдения. Ну, как по мне, так это просто бред какой-то. Я не верю ни в какие призраки, ни в какие проклятия. А почему тогда согласились? Ну, потому что моя сестра Лиля сказала, что Настя тоже пыталась покончить с собой. Только я не понимаю одного, почему она мне ничего не сказала. Ну, в любом случае, если это хоть как-то связано со смертью Оли и Миры, то я хотел бы об этом все знать. Для этого, собственно, мы здесь. Да, это хорошо, но я не понимаю, зачем вы притащили с собой этого экстрасенса. Какого экстрасенса? Который сейчас находится в спальне у нее, вместе с Лилей. Мы никого с собой не приглашали. Подождите, Лиля сказала, что... Черт. Ну, я ей сейчас сделаю. Так, подождите. Я чувствую, эта женщина здесь. Что-то держит ее. Не пускает. Все, хватит. Мне надоел этот цирк. Я просил не приводить в дом никаких шарлатанов. Это вы ее держите. В смысле? Я чувствую любовь. Сильную. Очень сильную. Ну да. Она моя мать. Это не материнская любовь. Чувствую страсть. Ревность. О чем вы говорите? Что за намеки? Она любила вас не как мать. И не хочет отдавать вас. Хочет, чтобы вы принадлежали только ей, как раньше. Замолчите! До того времени, как вы переехали сюда. Я не намерен терпеть этот бред у себя дома. Вон отсюда. Иначе я позову охрану. Немедленно! То, что рассказала экстрасенс о вас, правда? Дрожащие руки и реакция в спальне выдает вас головой. Я же не просто так про это спрашиваю. Ваша жена в беде, и мы должны ей помочь. Господи, как же я хотел все это забыть. Мы познакомились с Полиной. С мамой. Когда я еще не знал, кто она. А Полина? Она тоже не знала. Мы влюбились. Завязался роман. Я, конечно, знал, что она замужем. У нее дочь. Но меня как-то это мало интересовало. А как вы узнали, кто она вам? Совершенно случайно. Я рассказывал ей о своем детстве, о детдоме. Начали сопоставлять даты, города. Все сходилось. Потом в шутку сделали анализ ДНК. Оказалось, у судьбы чувство юмора гораздо лучше, чем у нас. Полина не могла с этим смириться. Приняла свою семью. Звала сыном. Но не позволяла мне быть счастливым ни с кем, пока она жива. И даже сейчас, после смерти, не позволяет. Тем временем в нашем офисе Настя проходила психологическое обследование. Тимур был занят на другом деле. И поручил провести осмотр своему другу и коллеге. Аркадий Воронов. Врач-психотерапевт. Кандидат психологических наук. Старший научный сотрудник Института психологии. Ваша тревожность в разы превышает норму. Но тест на склонность к суициду вы прошли отлично. У вас нет склонности к самоубийству. Понимаете, это желание, оно преследует меня только дома. Когда на меня смотрит свекровь с этого проклятого портрета. Давайте пообщаемся с вами в состоянии гипноза. Располагайтесь, как вам удобно. Вот, пожалуйста, Настя, на счет три вы погрузитесь в приятный, расслабляющий сон. Внимательно смотрите на маятник. Раз. Вы расслабляетесь. Вам хочется спать. Два. Все тело расслабляется, тяжелеет. Вам хочется спать. Вам очень хочется спать. Три. Вы засыпаете, засыпаете, засыпаете. Итак, вы в вашей спальне с мужем. Что вы видите? Ничего. Я только слышу. Часы. Часы на портрете у нее на руке. Они тикают. Очень громко тикают. Нет. Очень громко тикают. Что случилось, Настя? Что случилось? Это невыносимо. Полина. Вы мертвы, Полина. Нет. Нет, отпустите меня, Полина. Нет. Все, успокойтесь. Настя, успокойтесь. Выходим из транса. На счет три возвращаемся. Раз, два, три. Все, все, все хорошо. Успокоились. Настя, кто была эта женщина? Это была моя свекровь. Она заставляет меня убить себя. Я ничего не понимаю. Будто в сознании стоит блок. Либо кто-то подавляет ее волю. Очень похоже на влияние психотропных веществ. Очень. Однако никаких следов психотропных веществ в крови Насти Марина не обнаружила. Ничего подозрительного она не нашла и в вещах из дома Иванченко. Портрет свекрови также не содержал ни токсинов, ни галлюциногенов. Ну, единственное, что я могу пропустить в всей справе, так, это то, что кто-то, очень круто, как по нотах, разигрывает всю эту выставу с померлой Свекрухой и Настей. А кто? А я не знаю. Все, кто видели призрак Полины, все как один утверждают, что это она. Понимаешь, именно она и никто другой. Не могла же она и правду воскреснуть. А может быть, она и не умирала? Сами говорили, тело никто не видел. Разыгрывает спектакль с сыном, а сами продолжают свою связь. Теперь их никто не заподозрит, а репутация депутата не вызывает сомнений. Денис, что так фантазия разыгралась? А как она проникает в дом? А где прячется? Я не знаю. Могу съездить туда проверить? Потайная комната, например. Точно отдышался. Обман. Обман. А что, если это Лилия? Что, если это Лилия таким вот странным образом избавляется от жен брата, как от лишних наследниц? Что мы о ней, по сути, знаем? Ну, мы знаем о том, что Мирослава и Ольга были ее подругами. Это она так говорит. Надо проверить. Вот, Денис, наконец-то умная мысль. А еще мы знаем, что она была замижня. Треба поговорить с ее человеком. Молодец. Занимайтесь. С помощью майора Кухаренко мы довольно быстро отыскали Олега Сонина, мужа Лилии. И разговор с ним оказался весьма неожиданным. А я знал, что рано или поздно за нее возьмется следствие. Давно пора. Что вы имеете на увазе? Ну, а как я должен думать про человека, который профукал, мягко говоря, мои деньги? И богато? Ну, тысячи тридцать долларов она из меня вытащила. Ого. Да. А когда у меня все закончилось, за брата взялась. Наркоманка. Лиля обживала наркотики? Я думаю, и принимает. Она ж богема. А у них кокаин. Это круто. Доза сколько стоит, рассказывать не надо. Так вот, по моим сведениям, на момент нашего развода у моей бывшей долг составлял 125 тысяч долларов. Вдумайтесь. При разводе пришлось отказаться от раздела имущества. А то и долги ее тоже пришлось бы делить на двоих. А вы, честно, не знаете, какие стосунки были у Лилии с дружинами ее брата, Олею и Мирославой? С Миркой так себе, если честно. А с Олькой, как две змеи. Да. Эта же Лилька Ольку под брата подложила, когда он свою первую жену похоронил. Думала, что та с ней будет деньгами Лешкиными делиться. Не угадала. Олька еще та штучка была. Зато, видать, и поплатилась. Она дочку Лешкину терпеть не могла. Баба называется. Инстинкт только хватательный. Итак, у нас есть новые факты о сестре Алексея Лилии. В ее интересах запугать брата. Ведь если и третья жена Алексея покончит жизнь с самоубийством, он вряд ли женится еще раз. И тогда львиная доля наследства перепадет ей. Версия интересная, но сложная в исполнении. Денис предположил, что Полина жива и сама устраивает весь этот спектакль. Он осмотрел дом, но не нашел в нем ни потайных ходов, ни скрытых дверей. Ей кто-то помогает? Кто? Муж? Сын? Версию о том, что таким жутким образом Алексей избавляется от жен, тоже отбрасывает рано. В доме стоят камеры. В комнате Насти звукозаписывающая аппаратура. Мы круглосуточно следим за тем, что там происходит. Надеюсь, это поможет хоть что-нибудь прояснить. Черт, кто это? На камерах видеонаблюдения мой помощник заметил, что кто-то в темной одежде с капюшоном идет в сторону дома. Мой помощник тут же оповестил о происходящем охрану и направился к призраку. Ну, все. Маскарад окончен. Да пусти, я сказала, я все объясню. Но ты-то чего, не молчи тоже. Объясняйся. Лилия призналась, что она и охранник Андрей – любовники. И этот костюм – атрибут ролевых игр. Все, ладно, иди, я сама все объясню. Клянусь, я не хотела ничего плохого. Очень жаль, что все так получилось. Леша теперь все узнает. Это Ника, дочка Алексея. Она часто себя странно ведет, мы уже привыкли. Вы показывали ее психологу? Когда ее мать душила, произошла гипоксия, нехватка воздуха. К сожалению, это сказалось. Но врачи говорят, она поправится. Ника, золотая девочка, добрая. Послушайте, Денис, а мы можем как-то договориться, чтобы мой брат ничего не знал о случившемся? Из-за инцидента с Лилией Денис пропустил около часа наблюдения. Вернувшись в офис, он просмотрел и прослушал все материалы. Наша аппаратура записала тиканье часов, хотя их в комнате Насти не было. Неужели звук действительно исходил из портрета? Смотри, это Вероника, дочь Алексея, стоит возле комнаты Насти прямо сейчас. Не слышно, что говорит. А что в комнате Настя? Сейчас посмотрю. Но было тихо, поэтому я и уехал уже почти утро. Мы увидели Настю, стоящую на подоконнике. Быстро звони охране. Возвращайся туда, я наберу Марину, она тоже приедет. Мы успели предотвратить беду. Алексей, который этой ночью засиделся за бумагами в своем кабинете, прибежал на шум в спальню. Ему удалось остановить Настю. Однако ее состояние вызывало серьезное опасение. Но обращаться за помощью к врачам она наотрез отказывалась. Настя, расскажите, будь ласка, счет трапилось всей ночи. Вы себе даже не представляете. Я спала. Потом проснулась от тиканья этих часов. Я поворачиваюсь, а рядом со мной на кровати труп моей свекрови. Она словно с портрета сошла. Я к двери, она закрыта. А та лежит и шепчет. Прыгай, прыгай, прыгай. Потом зашел Алексей, взял меня на руки. А на кровати уже никого не было. Она исчезла. Но на камерах, кроме вас, никого нет. Вы не верите мне? Вы считаете, что я сошла с ума? Но это же правда, это же правда. Заспокойтесь, мы вам вируем. Переглянь, будь ласка, записи с камер ранее, до того, как это все произошло. Я только что был в комнате Вероники. Вот что она делала, посмотрите. Это же кошмар. Я вообще не принимаю, что здесь происходит, а? Настя, только отверто. Вы в основном часу не ображали Веронику? Она играла с моей косметикой. Я наругала ее. И воно розеслилася? Да. Подождите, вы хотите сказать, что это моя дочь? Но как? Ей 10 лет. Подождите. Нет, это не она, а кто-то гораздо старше. Смотрите. Это Галя, это наша домработница, она у Вероники была кормилицей. До этого у нее умер сын. А Мира из-за после родовой депрессии вообще к дочке не подходила. И насколько я понимаю, Галя очень привязана к девочке. Ну да, конечно. Ну то может она и мстится тем, кто ее ображает. Посмотрите, что вы с девочкой сделали, а? Галина клялась. К самоубийству хозяек дома она не имеет никакого отношения. Ну что вы таки кажете? Ну хеба б я могла? Да, да. И призрака вы не переодевались, да? Янка, ну кто меня мог бы с вашей матерью переплутать? И речи на меня завелики. Вероника, доченька, что случилось? Я бабушку видела. В доме депутата Алексея Иванченко дух его покойной матери убивает невесток. Дух таится в портрете его матери. Две предыдущие жены Алексея уже покончили с собой. Теперь опасность угрожает его нынешней жене. Мы остановили ее за шаг до самоубийства. Призрак покойной женщины видел помощник Алексея Валентин. И ее муж Михаил Маркович. А теперь она явилась и внучке Веронике. Вероника, доченька, что случилось? Я бабушку видела. В шляпе, как на картине. Где? Там, возле папиной комнаты. Что? Что? Время! Оно опять изменилось! И ей не удалось убить меня теперь. И она назначила новое время. Ну, все, 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 все. Покойся. Чекайте, что есть найти с рамкой? Вы ее меняли? Нет. Мне нужно еще раз ретельно оглянуть портреты и другие вещи так же. Мы были уверены, что тот, кто пугает Настю, сделает это снова. Мы попросили Алексея объявить всем домашним, что расследование прекращается. И стали ждать. Так, я пошел. Если что, меня подстрахуешь. Давай, Шерлок. Убери! 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 Уходи! 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 Умирей! Умирей! Ты должна умереть! Умирей! 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 Нет, нет, не надо, пожалуйста, хватит! Умирей! Прыгай! 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 Прыгай, 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 прыгай. Умри. Умри. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай, прыгай. Умри. Что, сели отдохнуть от трудов праведных? Невероятно. Покойную Полину изображал ее муж Михаил. Отец? Ненавижу, ненавижу. Ты, ты украл у меня ее. Ты из-за тебя носила в тот самолет. Она думала, что ты из кем-то там другим. Ты о чем это он говорит? Ты спроси у братца своего. О, вы думали, я не знаю, а я видел вас, видел в этой комнате, на этой нашей постели. Тихо, тихо. Он ревновал жену к Алексею и так и не смог смириться с ее смертью. Мужчина винил в гибели Полины своего пасынка. Он хотел, чтобы Алексей почувствовал, как это, когда любимые умирают, и ты остаешься один. Но сначала хотел превратить жизнь Алексея и его возлюбленных в ад. Первыми жертвами Михаила были Мира и Ольга. Следующей должна была стать Настя. Михаил приобрел психотропные вещества, подавляющие волю. Он наносил их на страницы книг его жертв. А после из своей комнаты через небольшое отверстие нашептывал жуткие слова. Звук тиканья часов он также транслировал из своей комнаты. Михаил написал несколько одинаковых портретов. На каждом из них на часах было разное время. Меняя портреты, он заставлял несчастных думать о приближающемся часе их смерти. Именно его на балконе дома увидел Валентин, который приезжал за бумагами. Поскольку Михаил был в платье и в шляпе покойной жены, мужчина принял его за призрака. Михаил принес нам копию портрету в іншей раме. Я так понимаю, библию он тоже не ту принес, страницы, которые пропитаны ядом. А меня больше напокоят малюнки девчонки. Навіщо вона таке малювала? И досі перед очами стоять? Ну, столько смертей в доме. Они не могли не повлиять на детскую психику. И разговоры о них тоже. Алексей уже нашел хорошего специалиста. Так что, думаю, с девочкой будет все в порядке. А меня больше интересует другой вопрос. Как его жена и сестра перенесли все, что открылось о его отношениях с матерью? Ну, мягко говоря, тяжело. Лиля до сих пор не общается с Алексеем. Настя хотела подать на развод, но вроде как у них там все налаживается. А с Михайловым еще будем? Доведение до самоубийства и попытка доведения до самоубийства. Срок лишения свободы от пяти до восьми лет. Редактор субтитров А.Семкин